Привет, друзья! Вы на канале Звук в руках. С вами я, Лёха Избау. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему. А если конкретнее, то как понять, стоит ли слушать того или иного человека? Как определить, обладает ли он той компетенцией, о которой он заявляет? Могут ли его советы вам помочь? Ну и вообще, как в море информации выбрать надежный и достоверный источник информации? Вот об этом сегодня будем разговаривать. Друзья, и давайте сразу договоримся о том, что, пожалуйста, вы не будете мне писать в комментариях словосочетание «Ошибка выжившего». Вот это словосочетание «Ошибка выжившего». Я знаю, что такое «Ошибка выжившего», и она не имеет никакого отношения к тому, о чем я сегодня буду рассказывать. А если вы хотите повыебываться тем, что вы такой классный и знаете это словосочетание, и читали там какую-то статью ВКонтакте из трех предложений на эту тему, то выебывайтесь, пожалуйста, в другом месте. Здесь как бы люди взрослые, умные, все это словосочетание слышали и, в отличие от вас, знают, что оно обозначает. Ну а теперь, собственно, давайте поговорим о том, о чем я хотел поговорить. Все, наверное, в курсе, да, что, ну, есть вот это вечное сперва добейся, да, или еще что-то. Ну, короче говоря, обычно это играет в сторону комментаторов. То есть, когда, допустим, какой-то музыкант, ну, мы будем поближе к нашей сфере, да, выкладывать какую-то песню и какие-то комментаторы из интернета пишут, типа, да что-то говно, там, типа, это не понравилось, то не понравилось. Мы понимаем, что, в принципе, ценность этих комментариев, она примерно равна нулю, потому что мы все знаем, что оставляют комментарии, как правило, как раз вот люди, которые любят оставлять комментарии и любят как-то самоутверждаться за счет того, что они хуесосят кого-то в комментариях и так далее. И количество негативных комментариев и реальная отдача, там, как бы, вот какого-то продукта, они не очень сильно коррелируют. То есть, грубо говоря, может быть такая ситуация, что группа выпустила новый альбом, и у него много негативных комментариев, больше, чем у всех остальных альбомов этой группы, но в то же время он продался большее количество раз, чем тоже все остальные альбомы этой группы. Это абсолютно нормальная ситуация. Вот, соответственно, ну, можно сделать вывод, да, что комментатор такой вот, который никто, звать его никак, он просто высказывается на тему того, значит, понравилась ему или не понравилась работа, это, ну, это не бессодержательный комментарий. Единственный содержательный комментарий, это если он скажет ему понравилось или не понравилось. Все. И, ну, вот эти обсуждения, как бы, да, они в русском гитарном интернете тоже присутствовали, о том, что может ли там, типа, слушатель оценить профессионализм музыканта, что-то такое. Ну, в целом, все это свелось к вот этой парадигме «сперва добейся», с которой я отчасти за некоторыми исключениями согласен. Ну, мне лично, просто поймите, мне лично неинтересно слушать мнение о моей работе, допустим, от людей, ну, которые ничего даже подобного близкого, там, как бы, по уровню и по качеству, тому, что я делаю, не могут сделать. Ну, типа, это все равно, что к огромному качку в зале подойдет дрищ и скажет, слушай, типа, попробуй это упражнение делать по-другому. Ну, блин, может быть, даже в теории где-то глубоко, может быть, он где-то что-то слышал, видел, ну, типа, ну, станет ли его слушать качок и поможет ли ему этот совет? Ну, конечно, нет, мы все это понимаем, что это выглядит смешно. Вот, и об этом вообще в целом я сегодня не собирался разговаривать, а поговорить я, друзья, об этом сегодня хотел совершенно с другой позиции и точки зрения. Значит, смотрите, друзья, только я сказал, что некачественных рекламных интеграций у меня больше не будет, как сразу же подъехала очень качественно. Информация важная и точная, поэтому я позволю себе частично ее зачитать. Значит, смотрите, 29-30 мая в Москве состоится форум по видео вид МК-21. Что такое форум по видео? Это соберутся в одном месте профессионалы, которые занимаются видео, видеопродакшеном, видеотрансляциями и так далее и тому подобное, и будут лекции, мастер-классы, воркшопы и так далее. Короче, будет вот тусовка профиков, которые этим занимаются. Также будут электронные билеты, и, соответственно, можно приобрести, например, билеты и удаленно посмотреть лекции и так далее. И в этом году на форуме будет, разумеется, что суперочевидно, секция прямых эфиров, потому что мы все просидели весь год дома, сами понимаете, по какой причине, и прямые эфиры стали как бы, ну, вообще это сейчас тренд, это супертренд, и, соответственно, форум очень сильно делает акцент на прямых эфиров. Значит, будет два дня, пройдет куча лекций по эфирам в интернет, от инженеров, продюсеров, режиссеров стримов и так далее. 12 лекций от практиков рынка прямых эфиров, актуальная техника для проведения стримов в интернет, беседы, обсуждения горячих вопросов. И что здесь, друзья, актуально? Мне написал, собственно, организатор этого форума, он сказал, Лех, очень хотелось бы подтянуть профиков и технарей по звуку, потому что прямые эфиры – это не только видео, но и звук, нужен хороший звук, поэтому он советует моей аудитории, то есть вам, уважаемые профессионалы и крепкие вообще технари, обратить внимание на этот форум, потому что там вы сможете, например, получить множество знакомств, с кем-то завязаться и предложить свои услуги профессионального профика, короче говоря, по звуку тем, кто, например, собирается расширяться или только собирается делать какие-то свои видеотрансляции в интернет. И мало того, друзья, что вот такая чудесная возможность для всех абсолютно моих подписчиков есть промо-код на скидку, на участие в этом форуме в 20%. Звук в руках, я все напишу в комментариях. Вы, соответственно, можете посмотреть онлайн или прийти и послушать лекции, или прийти и зазнакомиться, предложить свои услуги. Ну, что я рассказываю, да, те, кто как бы серьезно занимается там бизнесом и делами, они знают, как дела делаются, вась-вась, надо как бы появляться на каких-то тусовках, знакомиться и общаться. Поэтому, друзья, вот такая информация, собственно, собрание и тусовка крепких профиков в своем деле, видеопродакшене, и, собственно, весь видеопродакшен сейчас семимильными шагами устремился в сферу видеотрансляции в сеть интернет, и ему нужны люди, которые шарят в звуке. Поэтому, если вам это интересно, вливайтесь в эту тусовку, я думаю, вы легко найдете себе там очень интересную и перспективную работу. Ну, а если вы в целом, например, в музыке и чувствуете у себя пробелы по видеопродакшену и в том числе трансляциям в интернет, то, опять же, можете просто купить билет на форум онлайн, например, билет, который стоит вообще небольших денег, и просто послушать лекции, мастер-классы, как это делают профики сегодня. Все прямо в тему нашего выпуска. И возвращаясь к нашей теме, с какой же точки зрения я хотел осветить вот эту вот ситуацию содержательных, бессодержательных советов и так далее. Друзья, я хотел сегодня поговорить о том, у кого мы учимся, кого мы смотрим, слушаем, как мы, собственно, выбираем себе каких-то авторитетов. Смотрите, коллеги, вот мне кажется, мне кажется, что здесь этот вопрос стоит куда более серьезно и остро, чем когда мы говорим о комментаторе. Если с комментатора, в принципе, взятки гладки, и в целом его комментарий обычно адресован одному человеку, то когда мы говорим о каком-то, условно скажем, лидере мнений, то есть блогере, журналисте, то есть человеке, который транслирует свои мысли, свое мнение и информацию какую-то на очень широкую аудиторию, мне кажется, он уже все-таки несет некоторую ответственность за то, что он говорит. И, разумеется, сразу отправимся в нашу музыкальную тематику. Смотрите, что я имею в виду. Например, какой-то блогер начинает рассказывать про гитары, и при этом играть на гитаре он не умеет. У меня, например, такие ролики вызовут ноль интереса, потому что я понимаю, что все, что этот человек говорит, это совершенно непроверенная, недоказанная информация с ценностью ноль. А у меня, к сожалению, нет времени на информацию, у которой ценность ноль. Если блогер какой-то, допустим, начинает рассказывать про продвижение музыки своей в интернете, или не в интернете, но про продвижение музыки, у меня сразу возникает вопрос, а что он продвинул? А какие у него достижения? Какие есть кейсы и проекты? И если их нет, то абсолютно очевидно, что ценности этой информации, опять же, правильно, ноль. И вот я хочу, друзья, дать вам совет, потому что сейчас я вижу такую ситуацию, что действительно огромное количество появилось людей, которые занимаются там, ну, я не скажу блогерством, трансляцией своего мнения на широкие массы, и при этом информация, которую они транслируют, она непроверенная, недостоверная и крайне низкого качества. Меня это, знаете, что натолкнуло на съемку этого ролика? Я искал некоторую информацию по поводу рекламы, того, ну, неважно, специфический был вопрос, и наткнулся на кусочек интервью, и там сидит человек, который является менеджером, если я не ошибаюсь, группы «Психея», и он отвечает вот этому чуваку, это канал, по-моему, «Узлом не заработать» называется. И, собственно, вот этому автору этого канала, блогеру, он говорит, что ты впариваешь людям какую-то дичь, что ты им рассказываешь про то, как продвигать свою музыку? Я послушал твой ролик, это все полная хуйня. Я знаю, как продвигать музыку, спросил бы меня, то, что ты рассказываешь, это типа дичь. И вот, друзья, это правда. Поэтому, смотрите, имейте в виду, что если вы смотрите какого-то блогера, и он вам нравится, это совершенно не значит, что он во всем, о чем он рассказывает, разбирается. Очень часто это суперповерхностные знания, супернепрофессиональные. Поймите, если... И вообще, в принципе, да, вот почему я говорил про ошибку выжившего? Это не ошибка выжившего, если человек рассказывает о том, в чем он разбирается. Это просто профессионал, прошел определенный путь, имеет доказанный опыт, проверенный многократным его применением, историю успеха, и рассказывает свою историю успеха вам. Соответственно, если человек, например, рассказывает вам про то, как здорово сводить металл, у него должны быть здорово сведенные песни, которые сводил он. И это должно быть легко проверяемо. Вы вводите этого человека, вот его портфолио, сайт, работа, вы слушаете, и вы слышите, это сведено классно, здорово, все супер. Тогда имеет смысл слушать этого человека. Если человек говорит о том, что он может рассказать, как продвигать свою музыку, значит, у человека должна быть, ну, он либо должен работать с каким-то менеджером по продвижению групп, и он должен говорить, я продвигал вот этих, вот этих, вот этих, и они это подтверждают. Либо у него своя группа, которую он продвинул. Если человек рассказывает про какой-то музыкальный бизнес, значит, у него должны быть успехи в этом бизнесе. И не то, что там, типа, когда-то 10 лет назад я держал палатку на радиорынке с гитарами, а работающий бизнес, только человек, который прошел какой-то путь, человек, который добился в какой-то сфере абсолютно легко проверяемого и гарантированного, ну, как сказать, достоверного успеха, только этот человек может вам достоверную информацию об этом рассказать. Тот, кто что-то, что-то где-то услышал, с кем-то поболтал и вам теперь докладывает, это недостоверная информация, понимаете? Допустим, вы смотрите Леуса Хиллскрима. О чем Леус может рассказать? Леус может рассказать о том, как делать видеоблог на музыкальную и околомузыкальную тематику и собирать много просмотров. Он это может рассказать? Да, однозначно. Может ли Леус Хиллскрим рассказать о том, как записать и выпустить альбом? Нет, не может. Смотрим на мне, не знаю, Пашу Забуруева или, не знаю, Фреда Гитариста. Могут ли эти люди рассказать о том, как здорово, классно, технично научиться играть на электрогитаре? Да, конечно, могут. Могут ли эти люди рассказать о том, как создать группу и с этой группой много гастролировать, зарабатывать на концертах, продавать кучу там мерча, альбомов? Короче говоря, воплотить в жизнь вот эту звезду, мечту начинающего рокера? Нет, не могут. Это не к ним. Они этим никогда не занимались и не занимаются. У них нет успешного кейса. Может ли, я не знаю, там, Саша Зилков рассказать, как писать хорошие песни, которые будут востребованы у широкого круга слушателей? Нет. Потому что Саша Зилков пишет только свои очень специфические песни. Да, он много в чем разбирается. В аранжировке, в плагинах, в теории музыки. Но писать песни, которые становятся популярны у широкого круга слушателей, он не умеет. И нет смысла приходить к нему на канал за этой информацией. И, друзья, самое важное, что я хочу для вас сказать. Почему вот есть вообще этот ролик? Потому что есть такая проблема, что реальные музыканты, которые умеют писать песни, которые умеют сводить свои песни, которые умеют гастролировать, зарабатывать деньги, выступать и так далее и тому подобное, да, их нет в Ютьюбе, потому что им это нахер не надо. Они работают. Они загружены настоящей своей музыкантской работой. Понимаете? И мы можем какие-то узнать только детали, только в каких-то классных интервью подробных, когда человек, который берет интервью, очень хорошо разбирается, задает правильные вопросы. В каких-то вот кусочках, обрывках информации в личном общении только так. И только у этих людей есть вот эта информация, что называется, на кончиках пальцев и на острие ножа. То есть, реальная информация о том, как раскрутиться, как записаться, какие песни надо сочинять, как их сочинять, как должна звучать музыка и так далее и тому подобное, эта информация обладает только артисты, которые вот в тренде прямо сейчас, только лейблы, которые работают с этими артистами прямо сейчас, только специалисты по маркетингу, которые продвигают этих артистов прямо сейчас, только букинг агентства площадки, которые с этими артистами заключают договора, выступают, делают им рекламу прямо сейчас. Вот только у этих людей есть эта информация достоверная. Информация, которую обладают блогеры в большинстве своем, к сожалению, это в основном информация типа «я немножко услышал здесь», «я немножко услышал здесь», «я немножко услышал там». И я сегодня называл там каких-то блогеров, разумеется, всех, кого я назвал, это блогеры, которым я отношусь с уважением и считаю их хорошим блогером, потому что я мог бы сказать, блядь, не знаю, Миша Ряженко, но мы понимаем, что типа это просто там уровень там типа говна из-под ногтей, и тут нечего обсуждать, и любому вменяемому человеку очевидно, что Миша Ряженко это совершенно типа неадекватный какой-то чел. Вы понимаете, и здесь же тоже опять работает вот эта теория, от которой я говорю, что должен быть проверяемый, легко проверяемый результат. Миша Ряженко говорит о том, что он выступающий музыкант. Где он выступает, с кем он выступает, нет никакой информации. Он говорит, что у него куча хороших, значит, выпускников, где его выпускники, что они играют, где эти видео, их нет. Он говорит, что он разбирается в записи, может подсказать, как записать гитару. Где его записи, где его микс, их нет. То есть, понимаете, это человек, который просто обо всем пиздит, но за ним ничего нет, ничего нет, понимаете. То есть, все блогеры, о которых я рассказал, у них за спиной хоть что-то есть. Они хоть что-то могут предъявить, это факты, которые, как сейчас модно говорить, да, проходят факт-чекинг. А есть еще какое-то огромное количество блогеров за спиной, которых вообще ничего нет, вообще ничего нет. И ты иногда смотришь и думаешь, блядь, типа, зачем ты все это вообще рассказываешь. Но, к счастью, к огромному, большинство из них подавляющее нент собирают аудиторию, люди все-таки чувствуют. Как сказал Гена, мой хоуми, я его спросил, типа, Гена, вот у меня спрашивают иногда начинающие блогеры, что они делают не так, почему они снимают блог, а типа подписчиков нет. Гена очень, как бы, легко ответил на этот вопрос и сказал, мне интересно смотреть человеку, который ни в чем не разбирается. Вот, и, к сожалению, вернее, к огромному счастью, когда человек пытается рассказать что-то, в чем он совершенно не разбирается, его неинтересно просто смотреть людям, они выключают. Вот, друзья, это, в принципе, все, что я хотел сказать. Еще раз я хочу подытожить, да. Пожалуйста, смотрите, кого вам нравится, делайте там выводы любые и так далее. Но, пожалуйста, думайте своей головой, проверяйте факты и серьезно относитесь к источникам, из которых вы черпаете информацию. Потому что, ну, к сожалению, мы сами своей головой очень редко до чего-то доходим и совершаем какие-то открытия. Обычно все-таки мы просто учимся. Это самый быстрый и доступный каждому способ научиться что-то делать, учиться это делать. Но учиться не самостоятельно, а вот как бы прибегнуть к получению информации от каких-то профессиональных, там, типа, опытных людей. Вот, и, собственно, когда вы дойдете до этой истины и решите научиться чему-то, то я рекомендую перед тем, как покупать какие-нибудь курсы, платить кому-то за консультации и так далее, просто заняться факт-чекингом по конкретно этому предложению, этому человеку. Кто там преподает, кто он такой, что он умеет посмотреть, послушать его работы. Если вам реально все нравится, вы считаете, что это классный чувак, то обязательно прислушайтесь к нему. Если вам что-то не нравится, или вы считаете, он какой-то мутный, или вы считаете, что вроде он такой именитый, а то, как миксы его звучат, вам не нравится, не надо идти к этому человеку учиться. Может быть, и не такой уж он именитый. Все-таки, сам понимаешь, в России живем, многое по дружбе и по блату делается. Все, ребят, в принципе, это вся информация, которую я хотел донести. Всем пока и до новых встреч.